Басманы суд Москвы освободило СИЗО всех трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Содержание под стражей им заменили на новую меру пресечения, запрет на совершение определённых действий. Что она подразумевает? Сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, освободили СИЗО. Басманы суд Москвы заменили им содержание под стражей на новую меру пресечения, запрет на совершение определённых действий. Три сестры, 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и младшая 17-летняя, имя которой по закону не называется, были арестованы в июле после того, как признались в убийстве отца. По словам девушек, он не пускал их учиться, постоянно угрожал оружием. А их защита заявила, что отец систематически применял по отношению к дочкам морально-физическое насилие, в том числе сексуальное. Потерпевшие родственники погибшего остались недовольны решением суда. Заранее уже было все оговорено, они уже знали с позавчерашнего дня, что решение будет вот таким положительным для обвиняемых. И все, что судьи, что следователи, что прокурорные. Курорные. Чисто формально, просто для того, чтобы он быть. Человек убить и просто вот так закруглиться, это же не борется, вы меня извините. Как это так? Это вообще. Будет самосуд. Каждый ребенок будет делать самосуд над своим родителем без доказательств. Все. Изначально две бабки пришли, рассказали там, ну, по телевидению, которое вот присутствует. Представляющий интерес потерпевших судей-адвоката Георгий Чаглашвили считает, что убийство было спланировано, и сестры Хачатурян заранее заготовили оправдание своих действий, которые были приняты следствием и судом. Основание показаний тех лиц, которые по убеждению потерпевшей стороны были заранее уже предусмотрены. Они специально там давали определенные сведения, чтобы они потом это все огласили. Потому что было это убийство спланировано. Исследовательно было подготовлено почество, на основании чего они потом будут оправдывать вот это свое зверское убийство. И следствие, фактически принимая вот это решение, оно было постановлением указывало те обстоятельства, которые никакими доказательствами не подтверждаются. Они просто голословны и объективны, в противовесе даже элементарно других не было доказательств представлен для анализа. Адвокат потерпевшей стороны Георгия Чаглашвили. Линия защиты сестер на новом этапе судебного заседания еще не выработана. Это зависит от ряда факторов, заявил нашему корреспонденту Марии Локотецкой. Адвокат Кристина Хачатурян, Алексей Липцер. Следствие это делается в том, что девушки не могут оказывать какое-либо влияние на свидетелей, потому что все основные свидетели по делу уже допрошены. Каким-либо образом препятствуют день продавательного расследования, они также уже не могут отнести. Плюс, в следствии провел определенные следственные действия, которые появили наличие смягчающего обстоятельства при повышении имени в те действия, в которых их обвиняют. Смягчающие обстоятельства это в отличие от права на действий страны умершего. Я так думаю, что если следствие все-таки приняло решение от смягчения мира посещения, то, скорее всего, эти все обстоятельства подтверждаются в рамках следствия. Мы сейчас будем знакомиться с экспертизами психо-психиатрическими. Многое будет зависеть от них, как в дальнейшем мы будем действовать. И также еще есть определенный ряд посредственных действий, которые нам необходимо провести в ближайшее время, и от этого также будет зависеть, каким образом будет устраиваться позиция наша в дальнейшем. Алексей Липцер, согласно новой мере пресечения, девушки будут проживать в разных квартирах, которыми нельзя покидать по ночам. Им запрещено общаться друг с другом, а также с кем-либо, кроме следователей и близких родственников. Телефоном можно пользоваться только для вызова экстренных служб и никакого интернета.